Молодя пишет, переписывает адреса, отправляет в Свердловск. Паля тут подошла, у него ручку из рук вырывает. Мои щетки мои схватила и утащила сейчас. Молительница растет. Вот она где. Лестница стоит, вверх-вниз только мечется. Бегает с такой скоростью, как вот туртуть, с котышок. Вон она, на третий этаж сейчас полезет. Ладно. Это лесенка, которой я пользуюсь. Вот она идет к верху. Пошла что-то проверять книжки там. Повисла сегодня на перекладинке, на передних лапах. Висит, мотается, а дальше она наклоненная лестница-то. Вот она где. Висела, висела, моталась, моталась, а ноги некуда. В обратной стороне у ней голова-то. Ну, раз лестница наклонна, она туда-то и, наконец, упала. Упала, а там одежи. На одежу. Да, вот маленько утереться платочком. Что-то проверить надо там все наверху. Наверху Володина лежбище там. Она проверяет их. Каждый день тренируется. Там бумаги неудобно. А бумаги-то от голубей. Чтобы они садятся голуби там, голубь не может долго терпеть. Оправляется, чтобы легким быть. Вот она, оборвалась маленько. Ух ты. Вот так и повисла. Что делать? Еще. Так. Она гладкая. Вот. Зверь растет настоящий. Гроза мышиная. Страшнее кошки-зверя нет. В поговорку вошло. Строчка от Ивана Андреевича. Крылова. Самый умный поэт был в России. Самый умный. Крылов. Не Пушкин. А то Пушкиниана-то. У Пушкина там четыре стихотворения нормальные. А остальное-то так. Ветер юбочный. Авроры-то все собирал. У Крылова вот эта мысль заложена. Он ее из ОПО переводил. И, главное, мать царя призвала его. И с ним беседовала долго. И пенсион увеличила. В мире есть только два человека, которые при жизни почтение своей публике испытали так. Он стоял на балконе второго этажа и проходила Москва. С соседних сел отовсюду. Шесть часов шло шествие. Непрерывно шли и приветствовали его. На Западе такой чести удостоился только Виктор Гюго. И вот Крылов. Это два крыла. Ну, тот, конечно, несравненный был. Масон. Его и сравнивать не приходится. Но, однако, народ его уважал. А этот был такой. Рассказывает, что его прозвище было Обжорка. Бывало, где-то на таких приглашительных вечера там были. И он ел. Большую тарелку, говорит, всегда ему наливали. Бывало и шесть блюд. После этого он поднимался, молился и говорил, да, много ли человеку надо. Его убеждали, что сейчас еще концерт будет. О, нет. Я домой поеду. У меня там стерляжье уха. То есть он здесь эти блюда ел, а еще там стерляжье уха. И несмотря ни на что, он все равно людям казался хорошим. Все в поговорку входит. А Васька слушает да ест. Откуда это? Да. Вот Володя записал. Все. Сидит. А где сидит-то? На планшете. Я интересно тут работать. Нашла место. А рядом компьютер. Так. Сегодня отправляете, значит, в Новый Завет. И отправляет недалеко Свердловскую область. Книги-то кончаются. Покажи-ка. Ты запечатал уже все? Нет еще. Или нет? Нет, нет еще. Ну, покажи книги. Раскрой-ка. Почему на них такой спрос. Впервые за две тысячи лет вышли эти книги. Где-то полное толкование Нового Завета. Обычно блаженная фофилакта доходила до открывания. Ну, подними один том хотя бы. Вот она как. Теперь поверни разными боками. Вот так. Торцом поверни. Так. Подожди, как вы с ногами показываешь? Вот она как. Светка. Трехтомник. Три тома по 752 страницы. Ну, почти не видать. Вот она где. Так. А ну-ка так торцом покажи мне на меня. Торцом вот так вот. Выверни. Вот она как выглядит. А теперь вы с закладкой. Закладкой. Вот так вот можно показать еще. Вот. Вот так вот. Подержи-ка. Чтоб видно было. Вот она. Ну-ка открой там что есть. 230 цветных фотографий. Вот она идет где. По благословению епископа. Ихтихия. Составил это все. Собрал святых отцов. А теперь Геннадий Фаст. Откровение имеется в виду. 430 страниц. Вот. Начинается первая страница. Ну-ка. Мы долго-долго искали, как эти картины сделать цветными. И наконец дали программу нам. Сумели научить нас. И вот дальше уже начали. Вот так. И везде подпись. Откуда это взято. И таких картин. Геста Водора. Лучший иллюстратор Библии. 230. Ну и 10 еще. На это. Подожди-ка. Закрыл там. Показать. Вот смотри как это. И все везде подписано. Давай. Как будто это совершенно другая книга стала. Картина его. Вот так. Еще. Слезай. Вот она как. Пожалуйста. Вот так. И закладки. Закладки. Покажи как там закладки. Откройка на том месте. Для закладки. 3 тома. Вот она закладка. Пельюнок. Это желтый. Это как белый считается. Белый, синий и красный. Закладки света российского флага. Божественного флага. Единственная за всю мировую историю. Который говорит о земле и о небе. Красная земля в крови. Синяя думай о небе. Белый, белый престол. Откровение. Все флаги мира не стоят русского. Это проповедь. Ну и книга это конечно вот эта. Я 40 лет собирал на нее материал. Ну все. Это уже подскочило. Ждет. Меня локтем ударил. Простите. Ждет когда ей что-то дадут. Вот сейчас покажусь как она. Привычай ее. У меня здесь молоки рыбные. Вот я ухожу. Ухожу сюда. И сейчас я крикну ей. Вот сюда. Паля. Вот она. Все. Готово. Держи Паля. Держи скорее. Вот так. Ну хорошо. Ешь. И она на это имя реагирует. На эту кличку. Вот она где пришла. На моем стуле сидит. Отправляем книги. Сейчас Володя понесет на почту. Это курьеры мои. Все это приносят свои плоды. Вчера день был съездили. Все же за Василием Черепановым. У него в комнате было 16-19 градусов мороза. Как на улице. Мы привезли его к Сергею Павловичу. Уже поставили ролики. Показали. Вот такое дело у нас тут сегодня. 23 января. 17 года. Пошла. А где у нас рыжая эта? А! Рыжая вон она где сидит. Ну-ка. Покажем. А не видать где буска еще у нас. Так можно намывать это в тепле. Вот она сидит. Это мать нашей Пали. Без кошек никак. А почему? Ну мыши. У меня голуби наверху. Вот так. Так. Продолжение следует...